Всем привет! В этом видео хочу рассказать вам о своем заказе в компании Фаберлик по 16 каталогу. Заказ у меня получился очень большой, каталог был классный, на мой взгляд, с огромным количеством интересных акций и предложений. Да, закупилась я по полной себе и на подарки многое взяла. Давайте приступим и начать я хочу с новинок, которые появились в серии Бьюти Кафе. И появился новый аромат, французский десерт. Я приобрела 4 средства, на них распространялась спеццена при покупке двух. Вот такие красивые баночки, посмотрите, какое шикарное оформление, не менее шикарный аромат, очень интересный. Это аромат пирожных макаронов, но я эти пирожные так давно не ела, что даже уже и не помню, а как они, собственно, пахнут. Вот, но могу рассказать, как пахнут эти средства. Это аромат выпечки, аромат очень сладкий, какой-то немножко конфетный, очень приятный. На холодное время года, я думаю, просто потрясающе будет этими средствами пользоваться. Они будут раскрываться в ванной, такая кондитерская вокруг вас, ну просто супер. Аромат у пены, которую я сейчас, собственно, держу в руках, более яркий, чем у геля для душа. Пока что я открыла только две упаковки. Узнать, есть ли разница между ароматами или нет. Здесь аромат более концентрированный. Средство, ну я бы не сказала, что очень густое. Пенами от Фаберлик я никогда не пользовалась. Я не знаю, что они собой представляют, но надеюсь, мне понравится. Если оставлю себе и не подарю, я пока что не решила. Объем у этой пены 250 мл и стоила она по акции 89 рублей. Интересная такая пена. Что касается геля, здесь аромат не такой яркий. Когда я открыла баночку, начала нюхать, первая мысль была, а он вообще пахнет чем-нибудь. Но потом я принюхалась, да, он пахнет, но очень слабо. Но надеюсь, что в ванной, когда я начну его использовать, он раскроется, он будет ярче, он будет еще интереснее, чем в упаковке. Да, классный, конечно, аромат у этой серии. Объем геля для душа 200 мл, цена была 79 рублей. Он кремовый, кожу сушить не должен, но я, по крайней мере, на это надеюсь. Ну и баночка, конечно, да, настроение поднимать будет одним своим видом. Что касается жидкого мыла для рук, я пока что им не пользовалась, не открывала, не знаю, что про него сказать. Кроме того, что объем 300 мл, цена была 89 рублей. Оформление безумно мне нравятся, такие банки, мой, супер. Что касается увлажняющего суфле для тела, оно стоило дороже всего, 149 рублей. Объемчик здесь маленький, всего лишь 150 мл. Для меня эти средства экономичные, потому что я их обычно наношу только на руки, от плеча до запястья. Но если на все тело наносить, то быстро, конечно, баночка такая разлетится. Что нам здесь обещают? Это суфле увлажняющее, оно делает кожу мягкой, словно бархат, и дарит вам ощущение непровзойденного комфорта. Надеюсь, так оно и будет. Конечно же, с удовольствием воспользуюсь, но, наверное, не сейчас. Чуть попустим. Ой, что-то у меня упало. Далее. В серии Beauty Cafe была возможность приобрести несколько наборчиков. Каждый набор стоил всего лишь 229 рублей, и это неплохая цена для тех средств, которые в наборы входили. Например, первый наборчик – это мятный шоколад. Здесь в составе гель для душа и скраб для тела. Скраб сам по себе стоит достаточно дорого. Что касается геля, здесь объем 200 мл. Потрясающий аромат, очень интересный. Для меня лично это аромат сладкой мятной жвачки. Такой гель у меня когда-то был. Он кремовый, достаточно густой, прекрасно пенится, хорошо очищает кожу. Мою кожу он не пересушивал. Дала я как-то раз своему мужу такой гель попробовать. Он остался в восторге. Ему безумно понравилось, так что эта упаковка пойдет моему мужу. Что касается скраба, я уже упомянула, что стоит он дорого. Его цена в каталоге обычно дороже 229 рублей. При этом объемчик крайне мал, всего лишь 120 граммов. Но скраб классный, мне он безумно понравился. Я хочу вам его показать. Одним таким я уже пользуюсь. Посмотрите, как он выглядит внутри. Шикарный аромат, очень интересный, очень необычный. Скраб жесткий, прекрасно скрабирует кожу. Для тех, у кого сухая кожа, у кого чувствительная кожа, тем этот скраб не подойдет. Но для тех, кто любит погорячее, это самая шикарная вещь. Мне безумно понравилось, что этот скраб в процессе использования меняет свой запах. Поначалу это мятная жвачка, минуты через 2-3 он начинает пахнуть шоколадом. Очень интересно за этой метаморфозой наблюдать. Безумно мне понравился этот скраб. Жалко, что он такой маленький, такой дорогой. Следующий наборчик, который я приобрела, это ванильное лакомство. Здесь немного другой состав. Гель для душа и крем масла для тела. Гель для душа, опять же, в объеме 200 мл. У меня когда-то такой был. Хороший гель, кремовый, достаточно густой, прекрасно пенится, экономичный. Кожу, опять же, мне не сушил. Что касается аромата, ванили я здесь не чувствую. Для меня это аромат сливочного мороженого. Аромат не очень яркий, не очень насыщенный, но приятный. Хороший гель. Что касается крема масла, то это просто потрясающая вещь на холодное время года. Прекрасно питает кожу, прекрасно ее смягчает. Маслянистая текстура. Остается небольшая пленочка маслянистая на теле, но это приятный, комфортный. Вполне ощущение, никаких проблем у меня с этим кремом не было. Аромат на теле не трансформировался. Крем классный, с удовольствием буду пользоваться. Пока что поставлю... А, что я говорю, поставлю в запасы. Я же дарить эту парочку собираюсь, точно. Эта парочка пойдет на подарок моей подруге. Скоро Новый год, вот, запасаюсь подарками. А также на подарок пойдет следующая парочка. Это уже серия вишневый конфитюр. Опять же, гель для душа и крем для тела. Гель для душа в этот раз, как вы видите, гелевый, достаточно густой. И у меня, опять же, когда-то он был. Я им пользовалась, осталась в восторге. Аромат геля это не вишня, это аромат вишневых косточек. Но очень приятный, очень яркий, позитивный, классный. Оформление просто шикарное, на мой взгляд. Кожу мне этот гель не сушил. Я думаю, что и тому, кому я это средство подарю, тоже кожу сушить не будет. Заболталась уже, я не знаю, какой дубль снимаю. Что касается крема суфле для тела, это просто шикарная вещь. Не на холодное время кода, нет. Этот крем достаточно легкий по своей текстуре. Он прекрасно впитывается, очень хорошо смягчает, увлажняет кожу. Оставляет на теле приятный аромат вишневых косточек. Аромат не трансформируется, все шикарно с этим средством. Приятная консистенция, именно суфле такая пружинистая. Я осталась в свое время довольна и надеюсь, что как подарок это средство тоже придется по душе. Объем, опять же, 150 мл. Так, серии Beauty Cafe закончили, переходим к серии La Creme. Там тоже были наборчики, стоили они, правда, подороже. Это 279 рублей, но у них состав чуть побольше. В составе уже три средства, а не два. Первый наборчик, который я взяла, он с кокосиком. В наборе гель, крем и кусковое мыло. Кусковое мыло меня абсолютно не интересует. Я буду его дарить. Как дополнение к подарку, мне кажется, очень даже неплохо. Объем этого мыла 70 грамм. Надеюсь, что аромат приятный и будет хоть как-то восприниматься. Потому что у Faberlic есть мыло, которое пахнет только в упаковке, а при использовании не пахнет и вовсе. Это, конечно, неприятно. Да, и главное, чтобы такое мыло, конечно, не сушило кожу. Хотя в Питере пользоваться кусковым мылом это несколько странно. Но есть любители куда деваться. Что касается других двух средств, они классные у меня когда-то были. Был у меня вот такой гель и сейчас стоит в запасах. Безумно он понравился мужу, так что эта баночка тоже пойдет моему мужу. Аромат у геля приятный. Кстати, объемы здесь побольше, 250 миллилитров. Аромат приятный, не навязчивый, не сладкий, кокосовый, очень нежный, очень интересный. Мне этот аромат понравился, а муж остался настолько в восторге, что вот уже вторую баночку ему буду отдавать. Любит он всякие такие вкусняшки, мяту, бананчики, кокосы. Ну, что поделать. Мужские средства у него, конечно, тоже есть. Но если выбирать, он, конечно, выберет что-нибудь такое. Ну, может быть, больше девичье, нежели мужское. Что касается вот такого суфле, то я о нем рассказывала то ли в прошлых, то ли в позапрошлых своих пустых баночках. Пела дифирамбы, потому что средство шикарнейшее. Приятная консистенция, великолепно впитывается, прекрасно питает кожу, увлажняет ее. Что аромат не трансформируется. И аромат здесь чуть-чуть другой, не такой, как у геля. Здесь я чувствую тонкие-тонкие ноты шоколада. Напоминает мне этот аромат баунти, но без сахара. Великолепная вещь, просто супер, буду с удовольствием пользоваться. Мне хватает надолго таких банок, так что все те банки, что я уже приобрела для себя, я не знаю, года на два, наверное, мне хватит. Второй наборчик из этой серии состоит из тех же самых предметов, но он уже с другим ароматом. Здесь аромат инжира. Про кусковое мыло я уже сказала, буду его дарить. Что касается крема, то это йогуртовое суфле для тела. Я даже не знаю, какая у него текстура, но по слухам она довольно легкая. Такой крем, конечно, больше подойдет на теплое время года, так что оставлю до весны, до лета. Надеюсь, мне понравится. Больше я про это средство сказать ничего не могу. Что касается вот этого геля для душа, он кремовый. Я уже открыла упаковку, понюхала, мне было безумно интересно узнать, чем пахнет инжир. Я никогда не нюхала инжира, не ела его, только в сухофруктах, в компоте, в детском саду. Когда я эту баночку открыла, я долго думала, чем пахнет. Потом пришла к выводу, что для меня это аромат из детства, это ревень с сахаром. Для меня это ревень с сахаром. Аромат на любителя. Я думаю, что кому-то он понравится, кому-то нет. Но надеюсь, что жене брата мужа, а именно ей я собираюсь подарить этот гель на день рождения, именно ей он понравится. Очень бы хотелось в это верить. Но не понравится как гель, можно как жидкое мыло для рук использовать, почему бы и нет. Объемчик большой, средство по своим характеристикам, я так полагаю, неплохое. Так, дальше переходим уже не к наборам. Переходим к другим моим покупкам. Был у меня купон на 50% скидку, и я приобрела вот такое средство. Это кислородный бальзам из серии «Легендарный кислород» «Оксиолоджи». Кто давно меня смотрит, вы знаете, что несколько раз я пыталась подружиться с этим кислородным бальзамом, по крайней мере, в предыдущих версиях он меня не впечатлял. Ничего для меня не делал, абсолютно непонятно, для чего он был нужен. Здесь, конечно, много производителей нам написал, и что это средство ускоряет естественные процессы восстановления кожи, улучшает кровоснабжение. Также его можно использовать как сос-средство для ухода за раздраженной кожей, например, после укусов насекомых, после воздействия солнца, после депиляции, бла-бла-бла. Многим девочкам это средство нравится именно как сос-средство. На мне оно не работает вообще никак, и на мужа как средство после бритья этот бальзам не работал. И кто-то может спросить, зачем ты его купила еще раз. А купила потому, что они обновили эту серию, потому что сюда добавили еще больше увлажняющих компонентов. И я надеюсь, что в этот раз мне это средство наконец-то подойдет и понравится. Или хотя бы я пойму, как оно работает. Это средство, которое в каталогах уже сто лет. Многие приобретают, многие используют, многим нравится. А я до сих пор не разобралась, чем. Надо еще раз попробовать, решила я и приобрела. Тем более, что с 50% скидкой мне это средство обошлось в 300 рублей, минус моя скидка представителя. 260 рублей. Да, и наносить это средство я буду под кремы из серии Platinum. Слышала, что это очень неплохая такая компания. Неплохой вариант именно использования. Далее, как бонусы за покупку. Как бонусы за покупку можно было приобрести за 79 рублей вот такой кондиционер из серии BioArctica. Я выбрала кондиционер для тонких, лишенных объема волос, потому что в прошлом каталоге по купонам в подарок мне достался шампунь именно из этой серии. Шампунь я решила подарить своей свекрови. Она любит такие средства. Просто шампунь не подаришь, к нему нужен бальзамчик. Вот, пожалуйста, приобрела кондиционер. Обещают нам, что нам обещают? Придать волосам удивительную мягкость и стойкий объем. При этом без утяжеления. Приятное охлаждение кожи головы, бодрящее ощущение свежести. Надеюсь, так оно и будет. Объем 250 мл. Приятное оформление, это уже новая версия. Ну, такая будет хорошая парочка на какой-нибудь праздник. Также я очень долго думала, брать или не брать по бонусам, точнее, как бонус за покупку, вот такую вот парфюмерную водичку. Их было в каталоге представлено 5, но больше всего из всех ароматов Фаберлик меня зацепила Донна Филича. Для меня это самый интересный, самый приятный аромат, который я готова была повторить. Хотела купить или взять в подарок маленькую версию в 15 мл, но здесь как раз выпустили вот такую упаковочку. 30 мл объемом, и цена была 250 рублей. Мне, как представителю, этот парфюм обошелся в 200 рублей. Это хорошая цена за прекраснейший парфюм. Шикарно, конечно, он пахнет, шикарно оформлен. Чем-то мне напоминает Шанель Шанс. Вот какие-то у меня такие ассоциации рождаются, когда я гляжу на эту упаковку. По аромату, что могу сказать? Давайте поподробнее. Аромат относится к семейству цитрусовых. Был он выпущен в 2000 году. Верхние ноты здесь бергамот, амальфитанский лимон, мандарин и зеленые ноты. В сердце ландыш, бархатцы и роза. В базе ветивер, тиковое дерево, амбра и мускус. Я чувствую самые верхние ноты. Я не скажу, что аромат очень стойкий. На мне он держится не так уж и долго. Но вот эти верхние цитрусовые яркие ноты, это просто потрясающе. Аромат очень свежий. Для меня он летний. Особенно он хорош в жаркий летний день. Такой контраст между жарой на улице и прохладой аромата на коже. Супер. Могу порекомендовать, если вы еще не пробовали, потому что аромат древний, можно так сказать. Но он классный. Безумно рада, что я все-таки решилась на покупку. Я уже говорила, что хочу отказаться от сетевых парфюмов, не покупать их. Они не очень стойкие, они зачастую не самые интересные. Лучше покупать хорошие, качественные парфюмы, может быть, люксовые. Но не удержалась. Все-таки нет. Все-таки заказала. Классный. Мужа своего я в этом каталоге тоже не обидела, не обделила. Появилась у Фаберлик новая серия мужская, которая называется Фаберлик Мэн. На эти средства распространялась спеццена. Я выбрала пену для бритья и шампунь. Пена для бритья, что о ней, в общем-то, можно сказать. Здесь написано, что она увлажняющая с ледниковой минеральной водой с витамином Е. Обещают нам, что она будет защищать кожу от царапин, порезов и неприятного ощущения стягива. А также смягчать кожу. Объем пены 200 мл. Я не знаю, кислородная она или нет. Но обычно таких пен от Фаберлик хватает на 2-3 месяца. Они достаточно долгоиграющие. Надеюсь, мужу понравится. Стоила она, по-моему, 179 рублей по спеццене. Второе средство я приобрела. Это шампунь против перхоти. 100% уверенности. Опять же, ледниковая минеральная вода, ментол и цинк. Аромат довольно приятный, интересный. Мужской, такой мятный. Очень симпатичный аромат. Большой объем у этого шампуня. 250 мл. Цена была 119 рублей. У мужа как раз сейчас заканчивается шампунь от Эйвана. Ему срочно нужно было приобрести что-то на замену. Вот. Заказала в Фаберлик. Надеюсь, понравится. Надеюсь, будет действительно работать и защищать от перхоти. Да, здесь написано, что он активно очищает кожу головы. Обеспечивает длительное ощущение свежести. Ну, в общем, ничего такого особенного. Но аромат, аромат приятный, конечно. Линейка огромная. И антиперспиранты, которых не было на складе. И после бритья средства, и гель для душа, для волос и для лица. Тоже такое многофункциональное средство. Интересное, симпатичное оформление. На подарок тоже неплохо. Ну, и последнее, что хочу вам показать. Это единственное средство из серии Дом Фаберлик. Которое я безумно люблю. Которое я регулярно приобретаю. Это спрей для обработки поверхностей с натуральным маслом Монарды. Эффективно очищает от плесневого налета. Нейтрализует неприятные запахи. Цена в каталоге была 159 рублей. Шикарное средство, которым я обрабатываю свою стиральную машину. Ни плесени, ни налета, ни неприятного запаха. Никаких проблем. Я так долго боролась со всеми перечисленными выше гадостями, которые были в моей стиральной машинке. Я перепробовала разные средства. Я мыла этот лоток для стирального порошка после каждого использования. И все равно там появлялся какой-то неприятный налет и неприятный аромат. Как только начала пользоваться средством с Монарды еще, когда оно было представлено в серии Сингара, как рукой сняло все проблемы. Вот никаких проблем теперь с моей стиральной машиной нет. Я отобрабатываю ее один раз в неделю. Уже год, если не больше, все шикарно, все потрясающе. Подруге своей я тоже дарила такое средство. У нее тоже была такая проблема. Мы живем в Петербурге. У нас, знаете ли, сыра безумная и плесень в доме. Это нормальное явление. Ничего такого ужасного в этом мы уже просто не видим. Ну а как с ней бороться? Никак. Сыра. И у нее тоже были такие проблемы. Я ей подарила это средство. У нее оно тоже великолепно работает. И со стиральной машиной, и с плесенью на стенах. Со стен плесень, оно не то чтобы убирает, оно не дает ей распространяться и расти. Наверное, убивает. Ну а остатки вы просто счищаете каким-нибудь другим средством. Работает. Если не верите, ну я не знаю тогда, как вас еще убедить. Купите, попробуйте. Если у вас есть, конечно, такие проблемы. Если нет, то вам оно и ни к чему, я думаю. Но средство классное. 159 рублей это просто подарок, а не цена. Хотя оно само по себе стоит тоже не так уж и дорого. 199 рублей. Можно купить, тем более, что хватает надолго. Да, что-то я заболталась совсем. Вот такой огромный у меня заказ Фаберлик. 5 килограмм с гаком. Половина пойдет на подарки, половина мне. Я довольна всем. Единственное, я пока что не знаю, как работает новая версия кислородного бальзама. Но надеюсь, что работает. Не подведи меня, бальзам. Будь хорошим. Так что вот такие покупки. Надеюсь, это видео было для вас интересным и полезным. Спасибо за то, что вы его посмотрели. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok